Девушки отдыхают Всегда нужно уступать бабушкам, беременным и дедушкам, соответственно, тоже. А чи повинен хлопец уступати девчиням місце в автобусе? Я думаю, здесь необязательно уступать место. Мало ли у кого какая ситуация. Может, парень едет тоже очень уставший с работы. И поэтому, я думаю, это нормально. Я считаю, что уступать обязаны беременным женщинам, женщинам с детьми маленькими на руках. Потому что это я уже проходила три раза. И иногда даже беременные на последних сроках не уступают. И я стояла с вот таким вот животом. И просто молодые люди, совсем молодые. Видно, что они просто музыку слушают и отворачиваются. Этого недопустимо. Если бы я ехала сейчас, без ребенка, просто молодая девушка, конечно же, можно не уступать. Я не так устала. Ну и, соответственно, они могли тоже устать на работе. Это допустимо. Но бабушке, дедушке тоже надо уступать. Обязательно. Они за свою жизнь очень многое отработали и устали, конечно же. Мальчики должны девочкам уступать. И ребенка надо учить. Девочкам уступать. Ну вот, например, такая ситуация, когда заходит бабуся с унуком, а место лишь одно. Кто мое сидеть и кто стоять из них. Бабуся, наверное, все-таки немаленький, если ребенок. Бабуся. Бабусь усадим, старшее поколение. Надо уважать. Конечно, бабушка. Тут даже разговора нет. Конечно, бабушка. Потому что она старше. А старших нужно уважать. А мальчики постоят. И я считаю, что молодежь обязательно должна нам, пожилым людям, уступать место. А вот хлопцы, девчата, мать вступают, поступают. Конечно. Обязательно. Если они уважают девушек. Если они уважают свою маму, как женщину, значит, они и девушку уважают. Значит, они должны вступить в место. Сейчас люди разные. Ну, я как бы вступаю. А есть такие, которым фиолетово. Ну, я заплатил, заплатил за проезд, типа, это мое место. Ну, как бы, пацан должен вступить правилам. Он обязан. Если он по-настоящему пацан. Он молча, он не обязан. Он по жизни обязан именно. Это, как бы, реально. Сейчас пацаны просто такие пошли. И на них они не пацаны. Каждый пацан должен участвовать за свои слова и за поступки. Это пацан. То, который он должен сказать, он должен обосновать еще то, что он пацан. Если у тебя нет уважения к взрослым людям, то какое к тебе будет уважение к детям твоим, как бы, потом. Просто-напросто. Это зависит еще от воспитания, как бы. Некоторых воспитывают улицы, а они детям, ну, дети не нужны. Все равно, родителям. Но, вот, вообще, старших надо уважать. Не будет уважения к старшим, тебе по жизни ничего хорошего не жди. И все. Уважение должно присутствовать, как бы. Как нас учили в школе. Изначально и сейчас заходят пожилые люди. Нужно им уступать. Там, ветераны. Ну, как бы, это культура наша, приличие. Ну, как-то, ну, так должно быть. Вот хлопцы девчатам. Хлопцы девчатам, ну, тут вообще-то должны. Ну, молодежь сейчас такая, европейская. Поэтому они заходят, даже не видят в телефонах, нужно уступить место или нет. А еще один такой момент. Якщо бабуся и внук, место лише одно. И кто из них? Ну, значит, бабуся должна сесть. А внук и должен уступить место. Да, я думаю, мужчина должен уступить место, как бы. Ну, сейчас 21 век. В принципе, никто никому ничего не обязан. Поэтому на каждое, на свое смотрение. Чисто по-людски, да. Я только захожу, с коляской лезу. Молодежь хватает коляску, встают, бабушка седает. А что еще бабушке надо? Внимание. Внимание дороже всяких денег, дороже всякого богатства, дороже всего. Главное – внимание. Молодежь молодцы. Где на электричке? Здесь электрички. Так что с этим проблем нет. Как вы считаете, сегодня хлопцы девчатам мают поступать 7 месяцев, или нет? Обовязково. Обовязково. Всегда мужчины должны уступать к женскому, слабому, сильному полу. Субтитры создавал DimaTorzok